Один фильм и одна фабула, прочно пустившая корни в кинематограф и определившая жанровые приёмы. Это рубрика о кино, и в этот раз я расскажу про 7 самураев 1954 года и ещё два его фильма-последователя. В чём заключается эта самая фабула, созданная Человеком-легендой Акирой Курасавой? Несколько максимально разных, как по характерам, так и по мотивации персонажей, вынуждены объединиться вместе, чтобы дать отпор определённым обстоятельствам. Естественно, встречают они кучу проблем, как внешних, так и внутри коллектива. Сильные образы, бескомпромиссное противостояние и поднятие глубоких тем. Вот главные составляющие этого уже тропа. Сюжетный стержень оказался настолько удачным, что впоследствии картин, использующих его, появилось огромное количество. Завязка оригинального фильма такова. Конец 16 века. Одинокая деревня терпит нашествие бандитов, отбирающих всю еду и пожитки простых крестьян. Сами они не в состоянии защититься от разбойников, и потому ищут самураев, способных дать бой от репью. И они находят семерых неравнодушных. При всей простоте сюжета, история наполнена разными, иногда очень необычными событиями. Для фильма, который длится 3,5 часа, это очень важная вещь. Курасава никуда не спешит и методично, и подробно показывает поиски воинов, рассказывает о них, и даёт понять и прочувствовать их характер и то положение, в которое они попали. В угоду зрелищности не жертвуется логика. Персонажи действительно разные. Собственно, и самураями-то там не все являются. Старый Ронин, разочаровавшийся в пути воина. Добряк-альтруист, для которого помочь обычному человеку честь. Искуснейший фехтовальщик, но при этом пацифист. Мальчишка, едва начавший обучение ремеслу. Весельчак, не воин, но душа и сердце компании. Ветеран войны, нашедший своё призвание в битвах. И дерзкий вор, считающий, что достоин быть самураем. Вот такая вот компания должна сработаться вместе и защитить невинных. И у меня нет претензий и вопросов к героям. Они правдоподобны и их мотивация логична. Кто-то пришёл из-за большого сердца, кто-то из-за трагедий в прошлом. А кто-то просто из-за неимения средств к существованию. Большинство персонажей не сильно меняются за время фильма, но вот отношение к некоторым может измениться кардинально. Сценарист и режиссёр стараются каждому дать равное количество времени для раскрытия, но это выходит не всегда. Пара самураев всё же остаётся как бы на фоне остальных, но это всё же не мешает болеть за них в решающем сражении. Актёры же исполнили свои роли вполне на уровне. Есть пара вопросов, но они не критичны и связаны, скорее всего, с особенностями японского народа тех лет. Крестьяне тоже сыграны неплохо. Некоторые из них выглядят как-то слишком по-деревенски нелепо, но, опять же, возможно, так и нужно было. Так как это фильм о самураях, то и главной темой здесь является вопрос чести и ответственности. Виновата ли власть, которая не может защитить всех в трудное время? И обязаны ли воины без приказа сверху самовольно ставить свои жизни ради одной, ничуть не важной деревни? Поверх этого накладываются тематики мести, страха маленького человека, социального неравенства, ну и чуть-чуть пацифизма. Ответы на эти вопросы предлагается найти зрителю самому. Визуальная часть берёт естественностью. Очень красивые натурные съёмки, атмосферные декорации и внешний вид героев. Немаленькая массовка, в том числе и в боевых сценах. Работа с камерой обычная для того времени, но её плюс в выборе очень хороших планов и самой эстетики Японии. Неплохо используется и освещение, и практические эффекты. Боевые сцены морально устарели, но они хотя бы смотрятся реалистично. Да и само планирование обороны деревни выглядит очень разумно, что всегда плюс. Музыка выполнена в традиционном народном стиле и фоном работает нормально. Удивительно, что такую благодатную тему не развивали до семи самураев. А Киросан же смог и взять хорошую идею, и отличнейший воплотить её. В фильме есть несколько спорных вещей, и это не идеал, конечно. Но вот общее впечатление о картине остаётся исключительно положительное. Ибо здесь история, хоть и проста, но очень правильно следует причинно-следственным связям. Не оставляет висеть хвостов, и не использует богов из машин. Что более важно, она не держит зрителя за дурака, и является честной. У самураев есть прямой американский ремейк, великолепная семёрка 1960 года. Но это очень прямолинейный последователь, а потому и рассказывать о нём не так интересно. Гораздо интереснее взять менее очевидный сеттинг. Например, колонизация Америки. Именно в этом периоде и проходят события фильма «Миссия» 1986 года. Режиссёр Роланд Жоффе взял реальную историю середины 18 века и обрамил её в картину, необычно показывающую европейско-индийские отношения. Церковь распространяет несколько миссий в разные уголки Южной Америки с целью просвещения, моральной помощи и обратимости местных в христианство. Одной из них руководит священник Габриэль, истинно верующий и желающий помочь одинокому племени. Он и два его помощника принимают в свои ряды бывшего наёмника и работорговца Родриго, пересмотревшего свою жизнь после трагической ошибки. Вместе они встают на защиту индейцев. И вскоре она понадобится. Сюжет – это на самом деле притча о важности доброты и помощи слабым, но перенесённая в реальный мир, не оторванная от множества проблем и человеческой природы. Заметные отличия между самураями и иезуитскими монахами, Количество. Важны здесь лишь двое – Габриэль и Родриго. Их сыграли Джереми Айронс и Роберт Де Ниро соответственно. Сомневаться в их способностях могут только те, кто вообще в глаза не видел кино. Это я к тому, что всё с их игрой отлично. Родриго из холодного и надменного наёмника превращается в сломленного однажды человека, желающего искупить вину. Ну, показано без изысков, но вполне реалистично и в его персонажа можно поверить. Габриэль – пацифист и добрейшая душа, готов отдать свою жизнь ради тех, кого взял под опеку. А с голосом Айронса… Фууу, это просто сказка какая-то. Британская театральная школа, что тут ещё сказать? Есть ещё Кардинал, сыгранный Рэем МакКеннелли, зажатый между Испанией, Португалией и теневыми элементами инициатор всех этих миссий. Непростой персонаж, вызывающий очень противоречивые чувства, что, конечно же, плюс. Есть и маленькая роль у Лиама Ниссона, но она реально маленькая и сказать что-то о ней не получится. У фильма две главные темы – сострадание и вечная ненасытность власть имущих. Способы, которыми они раскрываются в миссии, не поражают изобретательностью или уникальностью, но они достаточны. Тема религии не навязывается, а является фоном, антуражем. Благо, что показываются как хорошие стороны, так и плохие. Довольно неплохо создана атмосфера диких мест, в которые постепенно приходит цивилизация. Ну и само племя индейцев в плане аутентичности не вызывает вопросов. Визуальная часть старомодна. В некоторых моментах сильно заметно влияние классических вестернов, да и вообще кино с 50-х по 70-е. Много натуры и декораций под открытым воздухом. Вообще, в визуальной части много естественности. Если это непроходимые джунгли без дорог, то и грязи будет по колено. Если показывается еще довольно дикое племя, то и голозатых аборигенов будет полным-полно. Операторская работа подчеркнуто стилизована под старое кино. Присутствуют и практические эффекты, а боевые сцены, как и в самураях, берут не зрелищностью, а реализмом. Музыкой заведовал Энио Мориконе, смешавший народные индейские мотивы и церковный стиль. Миссия – это не только исторический рассказ, но и явная аллюзия на современное положение дел в Южной Америке. Ну, точнее, 80-е, но это не столь важно. Ее сюжет очень просто переложить на нашу действительность, что еще раз показывает, насколько человек может быть и святым, и скотиной. И, наконец, хочется рассказать об очень необычной вариации фабулы. Останься со мной, тоже 1986 года. Вот кто бы что ни говорил, но для меня Стивен Кинг не является королем ужасов. Все его работы – это чистейшие драмы, лишь частично вбирающие в себя элементы ужасов. За то, что можно сказать точно, так это то, что автор умеет писать о детях и подростках. Останься со мной, это экранизация повести Кинга «Тело», а поставил ее Роб Райнер. Сюжет супер прост. Четверо друзей в последние дни каникул подслушивают разговору мутных типов, что в нескольких милях от города находится тело пропавшего ребенка. Желая приключений, они отправляются на поиски. Вот и все. Такова завязка. В сюжете нет никакой закрученности, он не может похвастаться событийной глубиной. Его истинная глубина кроется в том, что это ярко выполненная история о взрослении. Кинг со свойственным ему простым языком, а затем и Райнер, показывают простых мальчуганов, еще дураков, воспринимающих жизнь как игру. И именно этот поход должен помочь им пересмотреть некоторые вещи. Казалось бы, в чем сходство с фабулой? Ну а что? Несколько разительно отличающихся персонажей есть. Путь, наполненный препятствиями, есть. Конфликты, есть. Даже противостояние с местными мудилами в конце тоже есть. Важных персонажей можно пересчитать по пальцам одной руки. Буквально. Четверо другальков и главный задира. Сначала о нем. Эйс – типичная жопа. Докапывается до слабых, отбирает у них вещи, крушит почтовые ящики и держит в страхе своих шестерок. Изюминка в том, что сыграл его Кифер Сазерленд с... С офигенной прической. Четверка представлена Горди, Крисом, Тедди и Верном. Все архетипы подростков. Тихий романтик, крутой лидер, безбашенный весельчак и нелепый пухляш. Все, кроме Горди, отыграли очень неплохо. Горди же из-за своего архетипа местами смотрится совсем бревнишком. Но, по крайней мере, остальные трое уравновешивают ситуацию. Есть еще брат Горди, появляющийся во флэшбеках и сыгранный еще молодым Джоном Кьюсаком. Мало, но приятно. Отдельный плюс – любимый кинговский сеттинг. 50-е и маленький городок на Среднем Западе. Он прекрасно подходит для этой истории и, например, в современности смотрелся бы уже не так приятно и легко. Здесь все это выглядит как-то чище, что ли. Меньше. Более изолировано от всего остального мира. Что добавляет ощущение личной причастности. Как будто и тебе позволили присоединиться к путешествию. Хорошая атмосфера. Чего-то совсем неважного. Она будет очень близка любому мальчишке, который в детстве также проводил время с друзьями. Да и вообще, это очень мальчишенский, мальчуганский, мальчуколь... Тьфу, вы поняли, какой фильм. Что это, Крис? Может быть, это койоти. Слышит, как женщина кричит. Это не койоти. Это хост. О, не говори. Эй, Тедди, садись. Я хочу посмотреть. Я хочу увидеть хост. Не говори. Я просто хочу посмотреть. Я просто хочу посмотреть, что он будет. Я просто хочу посмотреть, что он будет. Крис. На чистоту и ощущение детства и приключения работает и визуал. Очень тёплая и приятная картинка. Красивые натуры и виды маленького городка. Аутентичный вид персонажей. Работа оператора и монтаж просто нормальные. Как, собственно, и всё остальное. Зато здесь немало лицензированных песен того времени. Они хороши, а финальная Stand By Me Бена Кинга вообще очень классно вписывается. И для меня является, возможно, главной песней о дружбе. Ну а финальная фраза, хоть и супер ванильная, но чёрт, насколько же правдивая. Как-то так и можно обыгрывать схему семи самураев, что и делается до сих пор. Иногда даже слишком сильно. Это я про бесконечные ремейки и даже ремейки ремейков. Авторы миссии и Останься со мной смогли обыграть фабулу либо в неожиданном сеттинге, либо в неожиданном всём. Но так как современное кино не имеет почти ничего кардинально нового и полностью опирается на фундамент прошлого, то и стоит ждать новых вариаций на данную тему. Надеюсь, они будут достаточно оригинальными. Субтитры создавал DimaTorzok